теплового шелка. Но вообще эти два множества пересекаются очень сильно. Шопероны это класс клеточных белков, которые имеют функцию сохранять структуру, правильный фолдинг других клеточных белков. И они обеспечивают правильную укладку и правильную сборку. Как вообще это в клетке происходит? В нормальной клетке, которая находится в покоящемся состоянии, где здоровые нативные белки, шоперонов не очень много, белков теплового шока не очень много, по крайней мере, тех белков, которые индуцируются в ответ на стресс. И хит-шоковый фактор HF1 это тот транскрипционный фактор, который индуцирует транскрипцию практически всех белков теплового шока, которые индуцируются. Он существует в мономерной форме. Если же происходит стресс, такой как высокая температура, то в клетке образуются белки с неправильной конформацией, то есть несфолдированные белки, неправильные белки. И тогда этот HF1 тримилизуется, фосфорилируется, садится на свои промоторные участки генов, и начинается синтез белков теплового шока. Белки теплового шока окружают вот эти неправильные белки и возвращают правильную конформацию. То есть это как бы несколько вульгаризированное, но в общем, как бы правильное описание сути событий. Герой сегодняшнего рассказа, еще с П70, белок, который имеет соответственно молекулярную массу 70 кгн, примерно, и состоит из 60-41 аминокислоты. Значит, он имеет два очень функционально важных домена. М-терминальная часть молекулы, она состоит из бета-слоев и альфа-спиралей, и в глубине вот этого кармана содержит домен связывание для АТФ. Ситерминальная часть молекулы содержит часть такую из бета-слоев, это пептидсвязывающая часть. И все это дело, когда пептид захватывается, это все еще прихлопывается крышкой из альфа-спирали. Для того, чтобы вот этот пептид стал привлекателен для шоперонирования, необходимо, чтобы он был гидрофобным. То есть он состоял из последовательности гидрофобных аминокислот. А если он еще окружен положительно заряженными аминокислотами, то это вообще как бы очень вакуумный кусок для шоперонирования. А такие последовательности в белках встречаются примерно через каждые 50-100 аминокислот. Вот такие участки встречаются. Как происходит весь этот цикл? То есть, когда отель, который находится в кармане, сайт, связанный, который находится в кармане, подходит к своему сайту, происходит изменение к информации, расходятся в конце кармана. И по эффекту ножниц расходятся и вот эти участки на C-терминальном конце, и пептид отпускается. В этом процессе большую роль и большую помощь оказывают коши перроны. Это J-белки, такие как HDJ1, и белки семейства БАК. Ну вот здесь вот изображено, как это все происходит, вот более такая современная картинка. То есть белок, который частично имеет неконечную конформацию, он связывается с HSP-70, и когда HSP-70 связан с АТФ, этот пептид освобождается. Когда АТФ меняется на АДФ, пептид захватывается. И это событие происходит много-много-много раз, до тех пор, пока как бы пептид не приобретет свою нормальную конформацию. В нормальной жизни шоперроны работают няниками. То есть когда происходит синтез клеточных белков, а мы должны помнить, что большинство, почти 90% клеточных белков, имеют молекулярную, не молекулярную массу, а количество аминокислот, из которых они сложены, превышает 100 штук. И скорость вангации примерно 100 минокислот за 4 минуты. И понятно, что при синтезе белка, эта терминальная часть молекулы, которая сходит быстрее, начнет формировать неправильную структуру, потому что этичная структура, она обусловлена химизмом первичной структуры. Кроме того, надо все-таки иметь в виду, что в клетке происходит, то есть в клетке очень тесно, там очень-очень много белков соседних, и они тоже обладают своим химизмом. И все это может привести к тому, что просто не получится правильного белка. Чтобы этого не произошло, служат шоперроны. И чем белок длиннее, тем больше шоперронов участвует в его процессе. Ну, кроме того, многие белки выполняют свою функцию далеко от эндоплазматического ретикулема, где они были, собственно, синтезированы. Клетка пронизана мембранами. Как белку, который уже имеет свою конечную конформацию, достичь места своей службы, это большой вопрос. Именно шоперроны оставляют его в развернутом состоянии и как ниточку продергивают сквозь клеточную мембрану. То есть один шоперрон проталкивает, другие встречают. Одни проталкивают, другие встречают. И механизм этот очень древний. Собственно, с тех пор, когда это все происходило у бактерий, изменений произошло очень мало. У бактерий функцию шоперронов выполняют белки DNAK, это аналог HSP70, и DNAJ, аналог HSP40 или HDJ1. Вот они, значит, подхватывают вновь синтезированный белок и придают ему правильную информацию. И если их усилий недостаточно, еще используется такая группа шоперрониров, которая называется Gro-S, Gro-L. Gro-L это вот эта вот бочечка, а Gro-S это вот крышечки на эту бочечку, которые как бы доделывают это шоперронирование, заканчивают правильный фруктинг. У периодов картинка практически не изменилась. То есть есть какие-то некоторые дополнительные факторы, но по сути это то же самое. То есть только вместо Gro-L и Gro-S существует система ТРИС, которая тоже образует такой бочонок, внутри которого происходит доделывание белка. И процент белков, которые нуждаются в этих событиях, достаточно большой. HSP70 обладает протективной функцией. Это связано как бы с его шоперронными свойствами. Вот наши пять копеек, которые мы внесли в это исследование, мы брали в этом исследовании клетки, которые заведомо экспрессировали разное количество HSP70 в норме и в ответ на стресс. И устойчивость этих клеток к разным неприятным обстоятельствам, таким как жесткая гипотермия и воздействие высокой концентрации тоннала, также очень сильно коррелировало с тем количеством HSP70, которое присутствовало в клетке на момент воздействия. И тогда мы поняли, что если клетка может хорошо и быстро синтезировать HSP70, это ее не спасет. То есть надо, чтобы в тот момент, когда приходит неприятность, уже было много HSP70, и тогда клетка будет защищена. И я дальше покажу, как это будет, как это выглядит все. Чем это чревато для противоопухолевой терапии? Вообще известно, что опухолевые клетки, большинство опухолевых клеток, не 100%, но где-то 70-80%, которые из пациентов, они обладают высоким содержанием HSP70. С чем это связано, никто не знает. Предполагается, что, во-первых, у опухолевых клетки высокий метаболизм, с другой стороны, опухолевая клетка находится в агрессивном окружении, ее все время преследует окислительный стресс, и все это приводит к тому, что количество шаперонов, не только HSP70, но и других шаперонов клетки, возрастает до достаточно высоких пределов. Мы тоже здесь внесли советы копейки и исследовали биопсии из пациенток нашего концертного института, и мы выяснили, что даже в том случае, когда речь идет о доброкачественной опухоле, уровень HSP70 тоже значительный вес, а при метастатических, злокачественных формах его количество даже выше, то есть он коррелирует с опухолевой прогрессией. Чем это чревато для противоопухолевой терапии? Ну вообще, хорошее противоопухолевое лекарство, оно должно вызывать гибель опухолевой клетки, не затрагивая клеток нормальных, и вызывать гибель по механизму апоптоза, чтобы не было интоксикации. Апоптоз – это механизм клеточной смерти, при котором главными действующими лицами являются хаспазы. Это ферменты, не знаю, надо объяснять, хапокаспазы. В двух словах. А? В двух словах. Ну вот, короче, главное, ключевое слово здесь – протеолиз, да, вот, который идет по механизму каскада. Существует внешний интринсик путь апоптоза или внутриклеточная интринсик путь апоптоза. То, что идет от рецептора, оно может идти прямо по каскаду каспаз, а может идти через метафондриальную петлю. То, что идет через внутриклеточные пути, всегда идет через метафондриальную петлю. И, значит, в результате действия этих каспаз происходит разрезание ядерных структур и, в общем, клетка погибает. По очистному механизму, как мы сегодня говорили. Если в клетке присутствует высокий уровень H-C70, который был получен либо в результате теплового шока, либо в результате трансфекции обменяем геном, мы видим, что применение препаратов, противоопухолевых препаратов, гораздо менее эффективно. В данном случае использовался адриамицин, а здесь использовался адриамицин и этапозит. Во всех случаях, в тех клетках, которые были получены в уровне H-C70, разница значительная по мировой смерти. Причем ситуация ухудшается даже при терапии опухолей, которая заведомо готова умереть. То есть есть такой протианкоген МИК. Его экспрессия нарушена практически в 70% опухоли человека. Повышенная экспрессия этого протианкогена коррелевы всплотим прогнозом. В мирной жизни МИК является трансферционным фактором. У него есть на его последовательности все необходимые для этого элементы, такие как базик элемент, хеликс-лубхеликс и литиновый зипер, которые необходимы для деморизации и связывания с ДНК. При кооперации с другим белком МАКС он запускает транскрипцию достаточно большого количества генов. Но МАКС может также связываться с белками семейства МАТ-МИНК-МАКСИ. И в этом случае, когда связываются эти белки, то наступает поражение, супрессия транскрипции. Ну, значит, было показано, не нами было показано, что вот эти опухоли с повышенной экспрессией МИК, они очень чувствительны к апоптозу. И для того, чтобы вот это все дело исследовать, мы взяли линию клеток, это крысинные фибробласты, которые были трансфицированы и выведены в линию конструкции, которая содержала МИК в сочетании с эстрогеновым рецептором. И его экспрессию достаточно легко было возбудить с помощью оксибидрокситомоксифена. И дробное увеличение индукции МИКа приводило к тому, что дробно же возрастало количество апоптозных клеток. Чтобы изучить этот процесс во всех аспектах, мы получили из этих клеток, мы еще дотрансфицировали другой индуцибильной конструкцией, которая содержала гена-ЧСП-70 под контролем металлотененового промоутера. То есть томоксифен можно было возбуждать МИК, а ионами металлов, например, цинка, можно было возбуждать в ЧСП-70, тоже дробно. Чем больше употребляем геноксифена, тем больше уровень МИКа, чем больше употребляем цинка, тем больше уровень ЧСП-70. И вот мы сравнивали уровень апоптозных клеток, количество апоптозных клеток, при действии разных противоопухолевых препаратов. Но нарисовать это красиво как бы не получилось, потому что иначе получалась картинка совершенно зуботранительная, поэтому мы ее сделали дидактично и оставили только мало, ну, как бы, некоторое количество аспектов. И вот вы можете видеть, что в том случае, когда МИК был увеличен, количество опухолевых клеток возрастало драматически, но ЧСП-70 при увеличении его, там, 5-10 или 100 микромонами ЗИНК, оно тоже дозозависимым образом понижало количество апоптозных клеток. И эффект был гораздо более драматичным, гораздо более заметным, чем в случае с клетками, у которых был нормальный уровень МИК. То есть защитный эффект ЧСП-70 в более апоптирующих клетках, он выше, чем в умеренно апоптирующих клетках. И понижение с помощью специфических малых РНК, Экстрессия ЧСП-70, также приводило к тому, что именно в клетках, в которых было повышенное количество МИК, это другая клеточная линия, это у ВИП-137, которая как бы содержит как-то фактически аналог МИК, вирусный МИК, или МИК называется. И в этом случае количество апоптозных клеток возрастало в гораздо большей степени, чем это было в клетках родительского типа. Каким образом ЧСП-70 осуществляет свой протективный эффект? Моду в этом вопросе задали вот эти две работы, которые были опубликованы еще в 2000 году в журнале «Неки Салбайология». И они показали в этой работе, что ХСП-70, привод от активного эффекта, выражается в том, что вот когда происходит весь этот аскарь, когда из митохондрии выходит ситохром Си, ситохром Си влияет на конформацию белка АПАФ-1, АПАФ-1 меняется, когда конформацию отпускают этот кардомен, кардомены нескольких молекул АПАФ-1 образуются в колесо смерти, в это колесо смерти рекрутируется КСП-9, тоже не одна, а много, и получается очень мощная протеолитическая единица, которая очень здорово разрушает все последующие, идущие ниже по каскаду белки. В одной работе было показано, что ХСП-70 связывается с кардоменом АПАФ-1, а в другом, что это связывается с КСП-9, и не допускает ее рекрутирования, поэтому этот комплекс не образуется. Мы проверили на наших системах, чем отличается апоптический каскад в случае с родительской линией или с той линией, которая несла высокое количество. И мы обнаружили, что действительно отличается. То есть мы применили ингибиторный анализ, то есть если ты ингибируешь какую-то каскаду, и АПАФ-1 превращается, это означает, что эта каскаду участвует в этом процессе. И вот в родительской линии мы обнаружили, что АПАФ-1 подавляется в случае использования каспаза 3,8, и совершенно каспаза 9 здесь не работает. А в случае с ВИМИК работает каспаза 9, что означает, что в реализацию апоптоза, вызванного, ну не вызванного, а сопутствующего тому, что в клетках находится ВИМИК, участвует 9-ая каспаза и метагонтриальная петля. Но оказалось, что ХСП-70, по крайней мере, вот в тех событиях, которые предшествуют выходу, то есть предшествуют верхнему, в общем, выходу цикла хрома Си, по крайней мере, он не влияет на этот процесс. То есть в случае с родительской линией с нормальным уровнем ХСП-70, с повышенным уровнем ХСП-70, в общем, как бы скорость не увеличилась. И то же самое в клетках, в которых был повышенный уровень МИК. Но протеолиз каспаз сильно был замедлен в клетках, в клетках с ХСП-70, с цельного геном ХСП-70. Был сильно замедлен в том случае, если ХСП-70 присутствует. То есть мишень получается где-то между цитохромом Си и нижними каспазами. И мы стали искать вот эту мишень. То есть мы придумали такой тест про треин-интеракцион эссе. Посадили на дно лунки 96-муночного планшета ХСП-70. Этот ХСП-70 мы инкубировали с клеточным эмализатором, с опущенным немножко в апоптоз, с помощью депозита. И сверху добавляли антитела к каспазам 3,3,7 и 9 и к АПАФ-1, который был описан как главная мишень для ХСП-70. И мы обнаружили, что АПАФ-1 действительно взаимодействует, но достаточно скромно, если сравнить его с каспазами 3,7. И тогда мы сделали рецепропную иммунопрецепитацию и обнаружили, что действительно работают эти белки, связанные между собой. И что интересно, что мы никогда не наблюдали зоны зрелой каспазы на иммунопрецепитатах, а только зону полного белка про каспазы и про каспазы, которые отрезали продомен. То есть ХСП-70 хватал эти ферменты в то время, когда они меняли свою конформацию в результате раннего протеолиза. То есть когда случался протеолиз, случалось изменение конформации, обнажались гидрофобные сайты, о чем я говорила вначале, и эти белки каспазы становились привлекательными для ХСП-70. И таким образом они выходили из процесса, и апоптоз задерживался. Но вот еще мы подтвердили это дело с помощью фарвестернг-блотинга. Ну, я не буду об этом рассказывать. В общем, пришлось тут раздать. Снизу это противно. Так вот, чтобы заключить этот фрагмент, я хочу сказать, что, в принципе, на всех этапах развития апоптозной программы на всех этих этапах могут вмешиваться белки теплового шага и тормозить этот процесс. Тормозить или просто останавливать. Или тормозить настолько, что, особенно в опухолевые клетки, где метаболизм достаточно быстрый, и деление происходит достаточно часто, продлить время жизни клетки до того, когда она будет делиться в следующий раз. То есть HSP-70 препятствует созреванию дефекторных каспаз. Он участвует, выхватывает из процесса каспазу-9, АПАП-1. HSP-90 участвует на более высоких этажах. И еще одна мишень для HSP-70 это так называемый каптосиндюсинфактор, АИФ, который также высвобождается из метафондрии, когда меняется метафондриальная проницальность и оттуда выходит сетахом СИ, также выходит еще и АИФ. И он тоже является объектом внимания HSP-70. И логично, что если HSP-70 препятствует противоопухолевая терапия, то это означает, что его, для того, чтобы сделать чувствительный к обычным препаратам, которые используются в клинике, надо подавить. И сейчас идет достаточно большой поиск, и очень много лабораторий участвуют, и фармкомпании участвуют в поиске этого, в этом скрининге. И препараты, которые могут понизить уровень HSP-70, можно разделить на три группы. Во-первых, это ингибиторы, влияющие на активность транскрипционного фактора HSP-1. Или ингибиторы, которые влияют на пептид, связывающий домин, ингибиторы, влияющие на ТФ-связывающий сайт. Наиболее перспективные, на мой взгляд, являются ингибиторы, которые влияют на активность HSP-1. И таких ингибиторов можно назвать несколько. Во-первых, всем известный керсетин. Это флавоноид, который подавляет экспрессию до кортикулового шока. Но он не специфичен, потому что он подавляет также активность нескольких пропинкеназ. В результате массовых скринингов был выделен бензилиденолоктан с вот таким кодовым названием, который более специфично подавлял экспрессию бензилиденотеплового шока. И, в общем, был показан, что он может синтегализировать опухолевые клетки к действию, к терапевтическому действию. Еще один пример ингибитора HSF-1 это трептолит. Вот здесь, в статье, которая вышла довольно недавно, показано, что использование этого трептолита приводило к тому, что экспрессия собственная HSF-1 понижалась и всех белков, которые регулируются HSF-1, она понижалась тоже. И это приводило к тому, что опухолевые клетки здесь были использованы две разные клеточные линии, они очень охотно погибали. И в опухолевых животных также было показано, что лечение трептолитом приводило к тому, что опухоли росли гораздо медленнее. То есть, так они росли вначале, так они росли без лечения, так они росли при употреблении трептолита. И вот здесь эти данные оцифрены, и видно, что разница действительно достаточно большая. То есть, в принципе, вот эти ингибиторы, они могут быть вполне уместны в клинике. Ингибиторы, которые влияют на АТФ-связывающий сайт HSF-70, не могут быть специфичными, потому что гомология в интерминальном конце молекулы, она очень высока с другими белками из семейства HSF-70. Поэтому она будет давить все белки. И таких веществ тоже сейчас какое-то количество. еще в 1994 году было открыто вещество Деоксиаспирогуалин, которое стимулировало АТФ-связную активность HSF-70. Его химическая природа такова, что он относится к Дегидроперимединовой группе веществ. И когда проскренировали всю эту Дегидроперимединовую группу веществ, обнаружили еще какое-то количество веществ, которые не только не увеличивали АТФ-связную активность HSF-70, а наоборот вы блокировали. И это тоже показало хороший терапевтический эффект в экспериментальных моделях. Интересные ингибиторы, которые влияют на аппетит, связывающий с HSF-70. Надо сказать, что их немного. Специфических немного. Я просмотрела довольно много литературы и нашла только два. Один из них это пифитрин или ПЕС, или у него такое длинное название. Он подавляет шоперонные активности HSF-70. И смерть клетки происходит потому, что в ней накапливается огромное количество агрегированных белков. И начинает страдать мембранолизосом. И когда мембранолизосом становится непрочным, и когда они выходят к отепсин, и тогда происходит уже не такой специфический протеолиз, как при госпазном таскаде. И еще один интересный ингибитор представляет собой фрагмент того самого АИФа, о котором я рассказывала немножко выше. То есть была французская группа наших коллег из Дижона под руководством Кармин Горида прочитала HSP70 связывающий домен с молекулой апоптозисом дюсинфактора, сделали на его основе пептид, который назвали EDD70, и стали применять его как лекарство. И он действительно очень сильно повышал уровень апоптоза, вызванного цисплатином и ингибитором и индуктором универсальным индуктором апоптоза с травоспорином. также очень хороший эффект показал на модели хмбива. Также понижал уровень опухолей. То есть сейчас идет очень интенсивная работа в этом направлении и в принципе она имеет право на жизнь. И в общем это хороший гипотерапевтический такой уход. Ну вот я бы хотела на этом закончить. И выводы из того что я рассказала можно сделать такие что HSP70 и другие шапироны сохраняют протаскал с клетки обеспечивая правильный белковый фолдинг и функционирование клеточных белков. Повышенный уровень экспрессии HSP70 понижает чувствительность вершинных клеток действия противопухолевых препаратов. А подавление его экспрессии приводит к тому что опухолевые препараты становятся эффективными. И последнее что бы мне хотелось сказать что к тем знаниям которые мы получили за последние 50 лет относится то что мы знаем что HSP70 не только клеточный белок он может выходить наружу и существует достаточно большое количество факторов которые могут выгонять его вон и каким последствиям это приводит расскажет Борис Александрович спасибо внимание вопрос пожалуйста скажите пожалуйста только HSP70 их тоже очень много полтора десятка в ваших экспериментах что использовалось индуцибильные 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 которые продают как в этом случае это влияет на свойство опухолевого HSP70 но вот я думаю что как раз непосредственно и влияет потому что если нарушена работа рибосон это означает что в клетке накапливаются плохие белки то есть белки с неправильной конформацией значит нарушена и функция этого 70-го белка да нет как бы если функция 70-го белка не нарушена а там в принципе же ну как вот чем они вообще хороши эти белки которые индуцибильные у них нет сплайсинга то есть они как бы если синтезируются то они синтезируются уже целиком да сразу быстро без всяких каких-то задержек но ведь не все рибосомы испорчены если какая-то часть рибосомы нарушена функция то образуются неправильно сфолдированные белки если образуются неправильно сфолдированные белки начинается повышенный уровень шаперонов не только чистосильности там чистосильности почему он так избирательно не нарушается вы думаете у него какая-то особая это же все частные такие вещи то есть может быть мы просто там просто может быть не попались может быть надо было сравнить вот этот белок который выделяет безопухолевых клеток и белок который получает в нормальных клетках и если они вот по каким-то параметрам очень близки тогда можно вот так скажем принять вашу так сказать позицию если все-таки там есть какие-то или мутации или какие-то изменения уже в структуре быть можно это предположить опухолевая клетка это очень измененная ну да нет но про мутацию я такого дела не слышала чтобы были вот это ЧП-70 а что касается сравнения ЧП-70 из разных клеток мне попадалась такая работа правда она оказалась не опухолевых клеток а старых клеток старых и молодых крыс вообще как бы здесь я не касалась этого вопроса это очень такой вкусный вопрос про то что является вообще источником молодости по мнению одного из наших очень таких известных коллег Крик Моримонта источником молодости являются губки теплового шока в частности семейства ЧП-70 и когда какие-то люди из такой не очень высокой лаборатории сравнивали ЧП-70 выделенные из клеток старых крыс и молодых крыс они обнаружили ну что количество их тоже в общем-то различается но это известное дело но что они шоперонят по-разному то есть у молодых крыс шоперонят гораздо веселее вот о чем я это но верите ли этому или нет это ну я не знаю я думаю что наверняка с этого белка могут и нет ну что мы можем определить мы можем определить геоспиронную активность все вопрос правил скажите потому что каким методом выоценивали пациенты апопатозических плиток и в какую стадию апоптозы находятся простите я не пила какие да и оценки апоптозы да количество апоптоз мы оценивали просто апоптозы он еще будет да когда мы начинали это все исследование мы регистрировали ранний апоптоз и поздний апоптоз но потом мы решили что в общем-то это большой роли не играет поэтому мы оценивали просто апоптоз то есть мы выкрашивали клетки красителями которые красит ДНК и там аккредитно раньше если эти клетки уже дальше не нужны и по морфологии оценивали их общее количество или еще использовали анексинфайф это краситель который не краситель белок с флуоресцентной меткой который окрашивает фосфолипиды когда случился флипфоб это первое событие апоптоза которое вообще существует то есть фосфолипиды браны они так переворачиваются и они узнаются анексином 5 и если клетка положили анексином 5 она у меня то апоптоза вот так мы оценивали апоптоз еще вопросы скажите пожалуйста вот в паровозе вам явно приходилось оценивать шоперонную активность белков и вот как вы это делали каким методом шоперонная активность белков собственно как бы этот метод ну вообще существует два метода оценки шоперонной активности белков тот который мы использовали он скорее даже не шоперонная активность а пептиц связывающая активность белка то есть если шоперон шоперон первое что он должен сделать он должен связаться с неправильно фолдированным белком и для этого мы использовали и для этого мы использовали такой в общем локтат как бы метилированный локтат мы сажаем мулку 96-м лечной платы интубируем его сейчас по 70 и по количеству по тому количеству которое хсп-70 село на этот неправильный локтат мы видим о количестве активных молекул есть еще другой метод шоперонной активности это по восстановлению люциферазы если ее нагреть она значит теряет свой правильный фолдинг и если шоперон очень активный они могут ее развернуть но вообще хсп-70 этого сделать реально не может то есть это может сделать хсп-104 который существует в рожах в человеческом геноме аналога не очень представлена а хсп-70 он этого сделать не может поэтому надо очень сильно постараться чтобы он это сделал но сам хсп-71 хсп-70 этого сделать не может мы много раз пытались это сделать он не сделал поэтому мы используем пептид это хороший показательный метод то есть восстанавливает ли он конформацию до пептид вы проверить не можете то есть он связался он восстанавливает в рейнджменте в комплексе Ирина Владимировна показывала такую схему целый шоперонный механизм он довольно сложный и в клетке он срабатывает на все 100% по восстановлению ну практически так скажем по разным данным но что касается инвитера или экс-вива лучше сказать когда чистые белки там набрали он только частично работает и то нужно кучу нужны практически практически все белки из этого комплекса шоперонного комплекса это такое название шоперонная машинерия она там это были работы 90-х годов которые до сих пор не опровергнуты он сейчас еще до сих пор пишет про это сейчас пишет про это да но в общем нужны целый комплекс белков помимо Hsp70 Hsp70 он играет роль такого медиатора так сказать узнавания сначала узнавания ему передает там сложная довольно машина HDJ белки HDJ класса они передают узнают первыми вот этот белок атакуемый поврежденный белок или вновь синтезированный они показывают ему Hsp70 Hsp70 он попадает захватывает вы видели на картинке он захватывает этот белок или пептид и пытается его ощупывать он захватывает сначала ВТФ связанной форме а ВТФ связанной форме это вот ощупывание это механизм такой он очень это промежуточный такой этап этого механизма вот если он захватил его если он афинен вот этот белок атакованный белок субстратный если он афинен этому то HDJ1 он совершает так сказать активирует атефазную активность Hsp70 Hsp70 переходит в такую сжатую форму с этим ВДФ связанную форму и крепко держит этот пептид вот что его шапиронная в этом заключается его шапиронная активность а потом с помощью нуклеотита обменщика в качестве которого служат некоторые другие белки БАГ-1 класса и БАГ-2 вот они отпускают вот этот пептид в результате он может выйти абсолютно свеженький новенький прекрасный но он может поступить на портволис с помощью того же Hsp70 может поступить в иной шапиронный механизм в клетке насчитывается около порядка 4 класса разных по меньшей мере 4 или 5 классов разных шапиронных механизмов основанных два из них основаны на Hsp70 два других нет это такая сложная область все вам сразу пожалуйста я еще вопрос в отношении влияния этого белка на такие универсальные регуляторы как белок P53 и NFKPB это очень важно потому что мы про это еще в 1997 году опубликовали работу значит по нашим данным две единицы из семейства NFKPB P65 и P50 они способны связываться с Hsp70 и когда значит происходит активация NFKPB если в клетке присутствует высокое количество Hsp70 часть из этих молекул не все но часть этих молекул будет остановлена в цитоплазме и не дойдет до ядра чтобы стать транскрипционным фактором останется в цитоплазме собственно это действительно очень полезно если речь идет о сепсисе например почему температура хороша вообще клетку метаболизм клетки может резко менять вот про P53 мы сами ничего не делали но я так припоминаю что были работы 90-х годов что действительно они связываются с P53 и еще с P70 но в какой связи я не помню уже это я могу ответить да есть такой Петр Чумаков значит в Москве в славном городе который работал тогда в Великобритании и они в Штатах и они первыми выяснили что первыми открыли что HSP 70 может связывать мутантную форму P53 которые не способны не способны как транскрипционные активы да как транскрипционные потом позже немножко выяснилось правда что там МДМ2 и P21 участвуют в этом в транскрипционном акте вот этом совершаемом P53 но тогда выяснилось вот это очень важно вообще поэтому HSP 70 как бы фильтрует внутриклеточный HSP 70 он фильтрует между дикого типа P53 и мутантной формой P53 и на основе вот этого разделения сейчас проводится в клиниках ну таких продвинутых клиниках проводится исследование вот этого вопроса где есть достаточное количество P53 всегда же клетка это баланс в любом случае понимаете в одной клетке допустим вот клетка называется которая Ирина Владимировна или кто-то еще да в ней баланс между формами мутантными формами столько-то там 40% там мутантной форме 60% там вот это нативной формы и HSP 70 если вот достаточное количество которое превышает то что ему нужно если он может захватить еще это он прерывает функцию вот этого P53 мутанта он же обратимо связывается как он прерывает мутантно естественно что он обратимо естественно да но акт вот как опять-таки говорил Ирина Владимировна это обратимость понимаете в рамках времени цикла оно имеет огромное значение сколько этот период сколько в данную конкретную секунду или миллисекунду будет молекулу одного белка будут связи с молекулами другого белка и сколько из них не дойдет до цели да и сколько до них из них не дойдет да да совершенно верно это всегда баланс клетка просто в клетке решается вопрос особенно в раке вот про ингибиторы это что за какой механизм действия это тоже какая-то вот возможность связывания это же тоже оборотимое да абсолютно все ингибиторы сейчас вот эти малые молекулы ищут которые то есть ищут те что могут на какое-то время связать шапироны но тем не менее да при этом они не должны быть токсичны да а как же шапироны во всех клетках в принципе одинаковые так сказать ну их разное количество на самом деле то есть в разных клетках разное количество и разный репертуар ну то есть представлены и то и другое и третье но соотношение их оно везде разное то есть особенно если мы говорим об опухолевых клетках там в принципе как бы нет двух одинаковых раз одинаковых это такая особая наука называется биндеры таким нехорошим названием байндеры или биндеры то есть это связыватели специфические связыватели белков определенных да и здесь в Москве у вас трудится там банда четырех называется которые люди группы центры которые этим занимаются и честно говоря у нас в России нет ни одного которые бы занимались гибиторами HSP70 нам нужен скрининг широкий да широкий скрининг и с хорошими тестами с хорошо разработанными тест-системами это high throughput analysis называется высокопроизводительный анализ в рамках там 96 луночной платы 380 луночной платы или там или какие-то другие но надо всегда помнить что вообще для клетки нет такого понятия что вот этот HSP70 плохой а этот хороший для раковой клетки ей то что много HSP70 ей во благо вот но для плохой то есть для хорошей клетки допустим попавшую в нейродегенеративную какую-то историю патологию да для ней HSP70 то что будут убивать ее HSP70 это очень плохо ее не будет убивать HSP70 наоборот если ее HSP70 будут убивать HSP70 то что ингибиторы они как бы влияют на все клетки поэтому это такая это ваш вопрос был совершенно так сказать ну вообще я думаю что когда вот в опухле ну в эксперименте употребляют это такая целевая доставка да да то есть они там используют это все это татуаро ну чем убить скрытку как бы да понятно в том числе ингибиторами HSP а как вот это специфически доставить это проблема как бы ну она по-моему нерешаемая нерешаемая пока ну решаю так-то немножко попрошу вас вот еще один вопрос известно что HSP70 вот еще ну в виде крепочной смерти задействован шаперон зависимая лотопогия где он находится в лизосомах вот вы не слышали ничего какой конкретно HSP70 в лизосомах как он там что он там делает где он находится находит в мембране он внутри да вроде бы как на мембране вы думаете что это индуцирован это индуцированный да это HSP А1 А продукт этого гена он как бы действительно встраивается в мембрану он делает ее крепче это мембранный лизосом то есть как бы если там его мало то мембрана у него уже нет мембранного участка как он может мембрана нет это я об этом не скажу вопрос понял причем не один нет не у белка у белка есть мембрана у белка у этого белка есть а у лизосом нет мембраны нет у лизосом нет это же растворимый белок стопозематический у него есть тропность мембрана тропность совершенно отчетливая может быть я расскажу связь с гидрофобными пектидами может что-то найти в мембране гидрофобная я скажу но там даже не так есть специальные на последовательности спасибо если об одном будет говорить других не будет есть последовательности которые очень даже стимулируют проход его через мембрану через просто через основную мембрану или через основную мембрану проход и уход или остается пока так проход мы перейдем сейчас еще вопрос, пожалуйста пока вы собираетесь мысленно, я попробую спросить, что называется от печки если синтезировать это о функции шоферона в том числе HSP белков в фолдинге если синтезировать искусственно полиэффективную цепь 200 аминокислор синтезируем спокойно не свернется как положено, белок такого размера без шоферона ну вообще маленькие белки до 100 аминокислот они сворачиваются без шоферонов им собственно не надо это нужно для больших, длинных цепей потому что, во-первых, они долго идут во-вторых, им далеко идти еще нужно в тяжелые цепи есть условия синтеза в обнеклеточном лизате спирина давно созданы условия синтеза белка где рибосомы работают вне клетки в этом случае нужны шофероны или без них можно обойтись начинали шоферонщики такие рафшан шоферонщики начинали как раз с этих опытов и установлено было установлено опять-таки в зависимости от размеров синтезирующейся полипептидной цепи шофероны принимают участие и определенная шоферонная система или не принимают они даже сформировали ретикулок 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 ну в общем селфри синтезис они сформировали сначала вот этот селфри синтезис он в совокупности шоферонные системы и они на этой шоферонной системе они начали выкидывать всякие там ко-шофероны и так далее и поняли, что нужна вся эта как раз они тогда еще и поняли что нужна вся шапированная большая машина для того, чтобы встречать этот вновь синтезированный белок который еще живет который еще не знает, что делать он оказался в каком-то странном пространстве но для клетки это все не работает я сразу скажу в клетке все они есть и еще и могут индуцироваться поэтому это вопрос для искусственных ситуаций чтобы понять необходимость этого да, совершенно нет если достичь уже фолдированный белок правильно и сделать его дефолт этого можно достичь разными воздействиями обычно это денатурирующие навсегда воздействия но наверное есть и обратимые или их нет вот в чем вопрос есть обратимые воздействия и нуждаются ли они в шаперонах чтобы восстановить фолд тогда нуждаются говорят если они необратимые даже если они необратимые то есть если они обратимые тогда нужны шапероны для того, чтобы восстановить структуру но даже если они обратимые то тоже шапероны нужны для того, чтобы вот эту совсем расфолдированную структуру передать через сеть посредников процессуальному аппарату Собственно, Шеперон участвует в передаче глухого белка, который невозможно восстановить. Они передают его в... Но это вы говорите о клеточной машине, которая все аппараты использует. Это же химия. Чистая химия. Просто надо, чтобы они там были. Это тоже проверено на бесклеточную систему. Вы говорили о денатурированной люциферазе, что ее можно чем-то восстановить, но это жесткие условия денатурации, типа нагревания. И там Шепероны помогали. Какая-то коллекция Шеперонов позволяла восстановить ферментативный набор. Ну и тоже к вопросу о том, чтобы понять вообще всю эту систему, что индуцирует выработку. Вот HSF1 транскрипционный фактор, который запускает выработку Шеперона. Что его индуцирует? Какое внешнее воздействие? Внутреннее появление большого количества неправильно фалдированных полипептидных цепей является индуктором. Хорошо бы понять, как как они включают выработку этого транскрипционного фактора, или его активацию. Какая активация, как она включается этими дефолдированными цепями внутри клетки. Это раз. А второе, внешние воздействия. Какие внешние воздействия могут индуцировать выработку этого транскрипционного фактора, и последующую индукцию синтеза Шеперона. Как это, каким образом это происходит? Внешнее воздействие Ну скажем, температура это воздействие. И еще много разных воздействий, которые вы перечисляли, они индуцируют выработку через неправильные белки и только. Да, но что такое триггер? Ну хорошо, только ли через неправильные белки индукция этого ШСФ1? Другой индукции нет. Нет, только ли наличие аплодированных белков вызывает активацию ШСФ1? Нет такого легантрецепторного воздействия сигнального пути, которые запускают его. Значит, есть такой венгерский такой человек наш приятель который считает, что вообще все стрессы опосредованы через мембрану. Что мембрана липидная текучесть вот этих липидов внутри флюидит Но он тоже не показывает где триггер? Он показывает он говорит о том, что триггером является значит вещества Много триггера Они на синтезе Правильно Они показали, что вещества, которые изменяют так или иначе изменяют текучесть мембран внутри вот этой липидной части мембран они включают респонс хитшок респонс Но с другой стороны на сегодняшний день мы же тоже так развиваемся мы все знаем все общество знает, что хитшок транскрипшн факторов их не один их несколько в томатах млекопитающих и 4 найдено в томатах их 16 в томатах вот Затем значит, что помимо типичных таких стрессовых условий которые действительно портят могут испортить плечные белки индуктором HSP70 индуктором вот этих изменений могут быть совсем другие факторы которые не имеют отношения к HCSF1 для этого у белков стресса у хитшок у белков есть элементы там СРА есть элемент сыворочный сыворочный responsible элемент еще другие элементы то есть они включаются по каким-то значит представьте себе мы в клетке и вдруг лишили их сыворотки клетки убрали сыворотку что им делать вообще плохо клеткам становится да вот клетка останавливается синтезы прекращаются те синтезы которые прекращаются они рибосомы там например из полисом выходят какие-то плохие белки не имеют же отношения к тепловому шоку к тепловому стрессу это тоже какой-то стресс но он другой физиологический дифференцировка вот я рассказываю студентам дифференцировка пролиферация включения или наоборот подавление пролиферации это тоже стресс если ты ломаешь систему модификации систему синтеза белков и систему модификации белков посттрансляционных модификаций значит ты так или иначе влияешь на клеточный протестаз на белковый протестаз верно и это все сигналит через разные самые разные факторы трансляционные не только через за понятно можно себе представить что есть включение хитшок протеинов минуя этот транскрипцион фат совсем под все что вы рассказали можно себе представить что включение нового уровня активности синтеза белков при пролиферации или дифференцировке большое количество новых белков сопровождается большим количеством нефолдированных новых каких-то копий ради бога и это может включать аш-эсподилки я спрашиваю о другом сегодня когда известна большая коллекция транскрипционных факторов начиная от NF-KPB сбитого до и поперек IP1 там NF-IT и так далее и так далее про каждый из этих факторов известны точно цепочки которые их включают а вот удивительно что для этого транскрипционного фактора регулирующего хит-шок-протеиновый синтез а вы говорите их 4 у млекопитающих аж 18 у томатов это не упрощается ситуация не отвечает на вопрос только усложняет ее что регулирует и как регулирует есть ли такие цепочки сигнальные извне не очень понятно из вашего ответа хотя может быть это интересно для того чтобы понимать физиологию этой системы но вот вроде есть такая работа что в синтезе в индукции синтеза индуцибленных именно белков принимает пикисикуть то есть это как бы протеинкеназа С да протеинкеназа С хорошо известно чем она включается ну да вот но подробности сейчас говоря я сейчас расскажу вам но если через протеинкеназу С это может управляться сразу можно построить несколько вариантов активации которые могут начинаться как с диацилоглицерина который ее активность модулирует сходящих кальциевых сигналов которые тоже могут отразиться на этом и изменение того самого липидного состава мембраны который тоже протеинкеназа С может там моноцелированные липиды могут ее запускать ой я знаю хороший пример еще но правда кто-то говорит о выключении выключение синтеза HSP-70 происходит с помощью староспорина есть такой яд апоптос модельный так сказать эталонный апоптос индуцирующий фактор староспорин и вот он выключает по крайней мере синтез HSP-70 не только выключает через ПКА путь протеинкеназа вот это другой случай обратно то есть возможно это на земной апоптос хорошо и даже кто-то этим занимается если вы не устали я еще задам несколько вопросов значит вот относительно того каким образом ЦМИК влияет на устойчивость к апоптосу нет он на чувствительность к апоптосу ну не важно чувствительность это тоже определенное влияние на устойчивость каким образом это происходит это я знаю на самом деле то есть ЦМИК это ядерный белок а в клетках в которых его уровень повышен происходит более охотное высвобождение от стахрома Си из митохондрии при любом толчке но какая связь между ЦМИКом который находится в ядре и событиями митохондрии никто не знает ну по крайней мере когда мы этим занимались это никто не знал то есть я пыталась найти ответ на этот вопрос и никто там и ВИМИК и ЦМИК то есть у нас разная же инструкция но никто на эту тему не задумывался совершенно и мы тоже не догадались но мы думали на эту тему то есть известно что ЦМИК сильно увеличивает чувствительность к факту да то есть чем больше ЦМИК тем лучше привлекается в цитокром Си со всеми соответствующими последствиями но как это для медведенного дня не знаю ну в принципе вы это говорили МИК это нормальный транскрипционный фактор который нужен необходим и при этом он не должен вызывать выплевывание в цитокром С из метафонтрии и апоптоза и это вот сроднит следующему вопросу который уже звучал неоднократно о том что ингибирование вот можно синтеза HSP70 можно активности HSP70 вы хорошо показали что это на разных уровнях можно ингибировать и такие ингибиторы уже разрабатываются что это приводит к облегчению убийства опухолевых но все-таки где лежит то различие между опухолевой и нормальной клеткой чтобы опухолевую убить а нормальная при этом не страдала можно ли от чего это будет зависеть нормальная HSP70 белки нужны для холдинга не будет их помощи высказать что любой длинный белок не свернется как надо как только заингибируем что-то важное перестанет сворачиваться большое количество нужных белков для клетки будет потаять вы знаете нормальные клетки в которых биосинтез белковый биосинтез идет на на таком высоком уровне как пролиферирующие клетки как быстро растущие ну хорошо пусть будут пролиферирующие нормальные клетки невозможно пролиферирующих клеток в организме немало которые активно пролиферируют будут ли они опять страдать так же как с цитостатиками с чем-то еще страдать до проиндивирования есть такие данные потому что тут как бы определяется тогда это меня успокаивает что да не противоречит здоровой логике ну да то есть эффект как бы ну да вот он обусловлен на количество межско-семьдеса да то есть если его много тогда вот клетка нормальная в ней мало а здесь много то есть там где мало он не играет такая важная роль потому что есть другие шапироны в том же самом семействе в том же самом хсси-семьдес это его комбинатная компания да вот может на это можно на количестве можно сыграть на том что вы частично ингибируете и это частичное ингибирование сказывается на той клетке где вот как раз максимум потребления этого вещества необходим а не сказывается на тех клетках на которых вы еще выше потолка который им у них используется и тогда это все равно что регулирование потока в узком месте и в широком месте вы в широком сколько угодно можете сжимать но поток регулируется в узком месте да можно придумать такую регуляцию но наверное когда вы используете опухолевую клетку и быстро пролиферирующую нормальную то здесь уже выровняются эти потоки и потребности и они будут ингибироваться сжимать ну это вот как раз прозвучало очень отчетливо найди как доставить а чем убить ну как доставить мы найдем а чем убить найдем а вот как именно селективно доставить ну да речь идет о селективности я думаю созрели еще наверное вопросы пока нет нужен индуктор в виде кофе и энергетический субстрат в виде сахара пойдемте тогда на кофе брейк большое вам спасибо большое спасибо 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 спасибо